МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бас святая служба информации телерадо и компания Гомелю с туда и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. У парламентской кампании самые отказные пиры. Сегодня у Беларуси распошалось дотерминовое голосование. На этом тыдне Гомель станет центром протягнения для самых талиновитых и творчих людей. В международном фестивале мастерства у Гомельфест примут удел конкурсанты в пяти номинациях. Курс на Токио. Белорусские висляры проводят тренировочные сборы. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Беларуси началось дотерминовое голосование по выборам депутата у Палаты представников национального схода. У Гомельской области на 17 мандатов протендуют 75 человек. Проголосовать дотерминово может любой выборщик, причем тлумачить причины, по яких у Ягуня Мамахчимасти зарабить гэта у основный день не треба. Наши корреспонденты наведали некольки участков. Предявляю нашу урну для досрочного голосования и показываю, что она абсолютно пуста. И мы приступаем к ее опечатанию. Старшиня участковой выборщей комиссии Василий Ломач демонструет членам комиссии и назиральникам пустую урну для бюллетенев. Недзе про схвелину и она опечатывается. Ее ускриют только 17 листопада, после завершения основного голосования. Управнение с иншими участок номер 9 Гомельской центральной выборщей округи не самый великий. Тут зарегистрованы крыху больше, чем 700 человек. Значная частка, с яких пенсионеры. Правда, на этот раз первый на участок приходит навученка Гомельского училища Олимпийского резерву. Чемпион Беларуси по велотреку Ганна Чуенкова. Это дальше ее первые выборы. Прийти в неделю не может, что тлумачится тренировочным процессом. А принять эту делу голосовании лишись обовязковым. У меня скоро намечается тренировочный сбор, к которому я должна также подойти в соответствующей форме. И поэтому я занята в воскресенье. Узнала, что можно проголосовать досрочно. Решила не упустить это право. И вот пришла уже сегодня. Участок для голосования номер 27 Гомельской юбилейной выборщей округи находится у будинку, узведенном яше у 1898-м годе. Тогда у этих стенах находилась Мушинская гимназия. А сегодня – Белорусский державный университет транспорта. Студенты складают переважную количество выборщиков. На участок приходят с галонным чином о перепынках по межзанятками. Студент года у Владислав Пищик и Ашера знайомится с биографиями кандидатов. Основное потребование для претендента – опыт. Главным качеством является, конечно, опыт. Чем человек занимался на протяжении своей жизни. Это тоже многое дает и показывает. Ну, я думаю, на этом можно основаться. У Гомельской области на 17 мандатов претендуют 75 человек. У середням это больше, как 4 человеки на место. У гомельчан, которые голосуют на 10-м участку Гомельской промышлевой выборщей округи, выбор и аж еще больше значный – 6 претендентов. Первые годины работы свидетельствуют, что значных проблем у людей не возникает. Что тыжится явки, то конкретных прогнозов не робит никто. Но на конь того, что выборы отбудутся, с умнением так само никто не выказывает. Достаточно активно ведет себя население на нашем участке. Во-первых, это рабочая категория, которая работала на ближайших предприятиях. Они и в выборах активно участвуют, и в целом в общественно-политической жизни государства. Поэтому ожидаем, что явка будет неплохая. Детерминовое голосование не проводится на участках, утворенных в установах оховой здоровья, и які оказывают медицинскую допомогу в стационарных умовах. Так само, подчас детерминового голосования нельга проголосовать дома. Что тыжится режиму работы, то участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Як означается на почнем посажении областной выборчей комиссии, ніяких зауваг до организации выборчей кампании нема. Все, которые замечания были выявлены и рекомендованы для исправления участковым комиссиям, в том числе окружным, они все исключены. Поэтому в настоящее время, на момент открытия участка, все готово на 100%. Олег Шенчурова, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель». В первый день до терминового голосования у «Гомелей» прошла акция по слоганам «Я пройду». Я ем это повышение активности молодых людей, які в першиню принимают у делу в выборах. Мероприемство прошло на участку для голосования номер 24, який находится в Белорусском Ганлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Причем только урушением сувениров для тех, кто принимают у делу голосования у першиню, организаторы областный комитет БРСМ не обмежавалися. Для выборщиков провели некольки интерактивных акций. Пожадание депутату – махчимость написать пропонову будущему народному обраннику. Волонтеры передадуть гэты листы обранному простоннику округи после завершения выборов. У рамках акции «Познай свою культуру» жадающим пропоновали назвать, что означают символы белорусского орнаменту. Не застались аубаку и дети, які пришли на участок с родными. Для их организовали специальную зону с размалевкой. Такие акции, как «Оставь пожеланий депутата» или «Составь портрет идеального депутата», акции «Впервые голосующие» пройдут на всех участках. Остальные мероприятия могут варьироваться. Также на участках пройдет спортивное состязание в рамках нашего проекта «БРСМ Папа-Зал», где отцы вместе со своими сыновьями смогут принять участие в спортивных состязаниях. Открытый диалог. Сегодня старшиня Гомельского Гарвы Конкама сустрелся со студентами и выкладчиками ГДУ Мяфранциска Скарыны. Петр Кириченко распавел молодежной аудитории про социально-экономичное развитие областного центра и отказал на питание. Досягнение тенденции и перспективы. В своем выступлении старшиня Гарвы Конкама закранул усе сферы развития Гомеля. А гучи улежбы и прогнозы. Так, до прикладу, за 9 месяцев этого года в областном центре зарегистровано свыше 280 новых юридичных особ, шверц из которых займается вытворчей деятельностью. Процелу от Кавана амаль 2300 человек, а узровень без працовья в городе складая 0,2%. Это традиционные встречи, и не только с молодежью, кстати, и с преподавателями этого вуза. Это самый главный, самый большой, крупный вуз нашего города. И, конечно, мне интересно сегодня не только рассказать и студентам, и преподавателям, чем живет наш город, как мы решаем проблемы городские, но и послушать их, и их реакцию на эти шаги наши, и одновременно послушать вопросы, которые будут ответить на эти вопросы. Такое живое общение – это всегда очень полезно. На питании студентов Петр Киришенко отказал другой части встречи. Это худшие были пропановы, до каких старшиня Гарвы Конкама побежал прислухаться, взять на заметку и примахшимость в особицу житё. Такие встречи и ладятся с метой зверить на керунки деяностей мясовых уладов с инициативами и ожиданиями молоди. Велопарковка для дзяж служащих. Зараз супрацовникам и наведывальникам Гомельского обл. ВКонкама есть, где покинуть велосипед. Усталявали велопарковку по инициативе активистов громадского объединения «Вела Гомель» при поддержке проекта «Городский велосипедный рух», который финансуется Европейским Союзом. На урошистом открытии нового объекта городской велоинфраструктуры присутничали простовники обл. ВКонкама, объединение «Вела Гомель», а также проекта «Городский велорух» в Беларуси. Плануется, что велопарковка будет соединять по величине колькости прихильников велосипедного транспорта. На этом тыдне в Гомель приедут сталиновитые гости с четырех краин. С 14 по 16 листопада в областном центре пройдет первый международный фестиваль мастерства «Гомельфест». Свою делу им подтвердили конкурсанты за Россию, Украину, Молдову и всех областей Беларуси. Программа у Клюша опять номинаций – вокальную, хореографичную, инструментальную, театральную и воюленшую творчесть. На суд жюри удельники проставят 50 танцевальных номеров, больше за 60 инструментальных композиций, свыше 30 театральных постановок, а так само 35 работ юных мастаков и 200 вокальных творов. Самой юной удельнице фестивалю пять годов, старейшим больше за 80. Экспериментальные театры, народные, сушастные, эстрадные и академичные коллективы, хоры и кавер-бенды. Отримать за довольнение от выступлений возможен ават самый потребовальный глядаш. Сюрпризы рыхтуются и для конкурсантов. Разрабатывается пакет экскурсионных мероприятий для участников, чтобы получше узнать Гомель, чтобы они не только приехали на фестиваль, показали свой талант, где-то познакомились с другими, получили обмен опытом в рамках многожанрового фестиваля, но еще и узнали город. Потому что нам бы очень хотелось показать Гомель со всех его сторон. Обязательно гостеприимность Гомеля. Гомель-фест будет проходить у городским центру культуры. У расисты открытие пошнется у 10 годин ранницы 14 листопада. На протягу трех дней пройдут конкурсные прослухования. Завершить фестиваль финальный галоконцерт 16 листопада в 18.30. Увахотные мероприемства вольные. Головная от души и с добрым настроем. Новогодняя служба Деда Мороза и Снягурки обвестила старт конкурсу на левший лист зимовому шаронюку Припятского полеса. У послании треба рассказать об самом заповедном жадании, дополнить его малюнками альбо фотосдымками. Дед Мороз особистый оберет 10 самых оригинальных листов. Оценить креативность и оригинальность, а также почувствовать гумору автора каждого послания. Головный приз достанется тому, чей лист подобается больше за всех. Авторы 9-й остальных посланий отримают весточку одновогоднего шаровника. Листы с пометкой на конкурс чекаются по адресу резиденции Деда Мороза в Лясковичах до 25-го Снежня. Курс на Токио. Жановшая сборная Беларуси по весловании на байдарках ведет подрыхтовку до летних олимпийских гульнях 2020. Первый сбор после отпочинка прошел кострышнику в Гомеле. Затым на тыдень спортсменки заехали на родную базу у Мазыр. Наступный этап подрыхтовки у Турции, где в планах тренировки на воде. Какие меты ставить перед девушинами тренер, доведался Евгения Кухаронак. Есть такие вышины, которые достигаются на горизонтальной промой. Тренировочный процесс весляра – такий шматозровневый, как и шлях до самой высокой приступки пьедесталу. Студинная работа в тренажерной зале и на воде. Объем тренировочной работы великий, график напруженный. Доголовных стартов четырех годов засталося кроху больше за полгода. Зараз у весь упор на удосконаление специальной и агульно-физической подрыхтовки спортсменок. Мы очень хорошо провели прошлый сезон, мы завивали олимпийские лицензии, что дополнительно постимулирует, постегнет для дальнейшей, наиболее лучшей подготовки, наиболее сильной, наиболее эффективной, интенсивной. Обгетим, безумовно, по клопоти – это их тренер Геннадь Галецкий. Разом со своей командой на олимпийских гульнях в Токио, он обещает постараться перевысить выники олимпиад 2012 и 2016 годов. Там белорусские байдарышницы завоевали бронзовые медали. Будем стараться выступить как можно лучше во всех дисциплинах. Это олимпиада. Все готовятся к этой олимпиаде, как последний бой выходит. И поэтому всегда на олимпиаде очень много неожиданных сюрпризов. Надеюсь, что, может быть, такой сюрприз наша команда преподнесет. Поэтому, да, мы нацеливаемся на максимальный результат, но такой, который нам позволят показать наши соперники. Белорусские байдарышницы на гульнях у Японии позмагаются за узнагороды, а маль во всех видах олимпийской программы. Им пожедаем пленные подрыхтовки, болельщикам, несумного чекания летних сусветных стартов. Евгений Кухаронак при поддержке телекомпании «Мазир». В ближайшие сутки в многих районах Беларуси махшим и туман. В связи с этим да и нагадывая – не забудьте себя уклюшить близкое светлоу фары и повеличить дистанцию до инших транспортных сродков. Необходно так само позбегать резких торможеньев и перестроенев. А до обгону левш отмовится, потому что это один из самых небеспечных маневров в умовах недостатковой башности. А кроме того, про свою безопасность не варто забывать и пешеходам. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvargumil.by На этом выпуске завершены. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Приехал в райцентр, чтобы наладить личную жизнь, а в итоге ограбил пенсионерку. Сотрудникам милиции по горячим следам удалось раскрыть преступление, совершенное в отношении 85-летней женщины. Дело было в Житковичах. Туда на свидание с девушкой приехал мужчина из Хойников. Но рандеву не состоялось, и гастролер стал слоняться по городу без дела. И, видимо, сильно проголодался. Возле магазина он приметил пенсионерку с сумкой продуктов. Проследовал за женщиной до ее дома, а когда та поставила ношу на скамейку, подбежал, схватил сумку и скрылся с места преступления. Добычей злоумышленника оказались не только продукты, но и ключи от квартиры, а также кошелек, в котором находилось 90 рублей. О пропаже женщина тут же сообщила милиции, и сотрудникам удалось задержать грабителя. 40-летний подозреваемый находился в квартире у своего нового знакомого. Похищенное изъято. Можно сказать, несостоявшееся свидание и привело к грабежу, за который мужчине теперь грозит до 6 лет лишения свободы. 122 бесправника и 42 нетрезвых водителя. Таково число нарушителей, которых выявили сотрудники ГАИ за три дня специальных профилактических мероприятий, проведенных на территории Гомельской области. Целью инспекторов было укрепление транспортной дисциплины, а также предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей. По их вине, с начала ноября в Гомельской области произошло три аварии, в которых пострадали люди и едва не погиб ребенок. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передача управления транспортного средства такому лицу наказывается штрафом от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года. В случае повторного такого нарушения в течение года после наложения административного взыскания такой человек будет привлечен уже к уголовной ответственности. Порыбачили спиннингом и заработали штраф и перспективу уголовного преследования. В речи с двуместным жителем грозит реальный срок из-за нарушений правил рыболовства. Мужчины оснастили свои спиннинги наживкой с тремя крючками и путем багрения выловили 130 особей рыбы. Разрешение на такой вид ловли рыбаки не получали. Вред, причиненный окружающей среде, составил более 6,5 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Таков обзор происшествий за сегодня. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Семеро гомельчанок вызваны в ряды сборной Беларуси по гонболу. Нацкоманда 18 ноября начнет очередной учебно-тренировочный сбор. В списке главкома Тома Жачатара 18 гонболисток. Всем представляют Гомель. Это галкипер Юлия Кунцевич, а также полевые Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Селицкая, Татьяна Цирибко, Ирина Мокот и Кристина Охраменко. В числе резервисток еще одна гомельчанка Наталья Гесть. 21 ноября белорусская команда отправится в польский Люблин, где примет участие в товарищеском турнире. В числе соперниц сборная Польши, Украины и Литвы. Сегодня в столичном дворце спорта стартует международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. На участие в соревнованиях примут команды 16 стран из Европы, Азии и Африки. Всего за награды на ринге будут сражаться 100 мужчин из 40 женщин. В рядах белорусской команды будут и представители Гомельской области. В мужской части соревнований выступят Владислав Смягликов, Вадим Панков, Максим Паньков и Михаил Сулимов. В женской награды будут оспаривать Ольга Прибыльская, Анастасия Бушенкова и Юлия Панасович. Финальные поединки мемориала Ливенцева пройдут 15 ноября. В эти дни в Гомелье состязаются юные борцы вольного стиля. Во дворце легкой атлетики проходит областная спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ. Сегодня проходили предварительные поединки. Награды оспаривают борцы в возрасте 16 лет и моложе со всей области. Турнир собрал более сотни юношей. Девушек в заявках всего 20. Причина тому – сборы, на которые уехали сильнейшие спортсменки. Вскоре им предстоит участвовать в первенстве Беларуси. Спартакиада Дю США – турнир непроходной. В следующем году борцов ждет серьезное испытание – отбор на международные старты. Через 4-5 месяцев ребята будут отбираться на первенство Европы, Министерство Мира по этому возрасту. Все мальчики борются этого возраста. Все школы, которые развивают борьбу, все участвуют. Завтра станут известны победители и призеры областной спартакиады Дю США. Республиканская же пройдет на этой арене с 20 по 23 ноября. Гомельская область на этом старте будет представлена максимальным количеством команд. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok